100 грамм соуса песто хватает на 8 рулетиков как уже аппетитно согласитесь кому нравится ставьте лайки вот такая красота и вкуснота у меня получается сверху посыпаю зеленушкой всем привет дорогие любимые самые лучшие мои подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня по вашим многочисленным просьбам готовим вкуснейшие рулетики из индейки оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить вкуснейшие рулетики из индейки мы начинаем для приготовления вкуснейших рулетиков из индейки нам потребуется индейка здесь у меня 850 грамм грудки индейки 100 грамм соуса песто 250 грамм сыра 1 помидор черри в произвольном количестве у меня получилось 200 грамм зелень для подачи для украшения соль черный перец и сушеный чеснок по вкусу а также нам потребуется 2 столовые ложки растительного масла и 25 грамм сливочного масла для начала грудку я разделю на порционные кусочки кусочек получается довольно толстый поэтому я еще раз его вот так разрежу то есть у меня получаются вот такие стейки там где очень толстый кусочек можно разрезать на три части вот так вот такие стейки у меня получаются кладу кусочек стейка и прикрываю пищевой пленкой при помощи молотка для отбивания мяса хорошо отбиваю грудку потом переворачиваю и отбиваю с обратной стороны вот такой кусочек отбивной грудки у меня получился сейчас отобью все остальные кусочки затем покажу что делать дальше итак друзья кусочки грудки я все отбила теперь необходимо сбрызнуть чесноком сушеным по вкусу вот так далее посыпаю черным перцем также по вкусу и солью также по вкусу затем каждый кусочек переворачиваю на обратную сторону вот так и то же самое делаю с обратной стороны сперва чесноком затем черным перцем произвольном количестве кому как нравится и солью с солью не переборщите потому что учитывайте что у нас 250 грамм сыра идет в это блюдо сыр тоже довольно соленый все грудку посолили поперчили пока убираю в сторону далее помидор помидор нарезаю на довольно тоненькие пластинки вот так специально беру самый острый нож в доме и разрезаю чтобы получились аккуратные тоненькие пластинки вот так помидор я нарезала пока убираю в сторону далее сыр на крупной терке натираю сыр сыр я натерла все можно собирать рулетики рулетики для начала смазываю соусом песто вот так по ложечке распределю сейчас равномерно на каждый кусочек мяса 100 грамм соуса песто хватает на 8 рулетиков и равномерно вот так ложечкой и распределяю по всему кусочку грудки вот так далее сверху каждой грудки укладываю по два кусочка помидора помидора у меня не хватило ничего страшного я вот так распределю черри далее на каждый кусочек отправляю сыр чуть больше половины этого сыра мы должны использовать на этом этапе вот друзья сколько сыра у меня осталось он нам понадобится чуть позже а дальше заворачиваем в рулет и рулет скрепляем зубочисткой вот так там где это необходимо можно использовать две зубочистки вот так вот такие 8 симпатичных рулетиков у меня получились сковороду устанавливаю на плиту зажигаю газ на полную мощность отправляю в нее две столовые ложки растительного масла а также 25 грамм сливочного масла жду когда растопится сливочное масло и масляный микс у меня хорошо прогреется масло у меня растопилось все уже зашкварчало отправляю теперь рулетики сюда у меня диаметр сковороды 28 сантиметров посмотрите прям тютелька в тютельку помещаются ровно 8 рулетиков обжариваю теперь рулетики на максимальном огне с двух сторон до золотистой корочки друзья я периодически вот так лопаткой приподнимаю рулетики для того чтобы они не прилипли к сковороде жду когда рулетики прожарятся до золотистого цвета смотрите друзья уже образовалась золотистая корочка рулетики переворачиваю как уже аппетитно согласитесь кому нравится ставьте лайки с обратной стороны также обжариваю до золотистой корочки все друзья с обратной стороны тоже образовалась золотистая корочка выключаю газ обжаривались рулетики у меня на сковороде в общей сложности примерно минут 20 далее беру форму для запекания и все рулетики перекладываю в форму вот так а также все масло со сковороды тоже заливаю в форму и вот эти вот растопленные кусочки сыра тоже обязательно все кладем это это самый смак это самая такая вкусная макалочка получится вот так уже как аппетитно согласитесь кому нравится ставьте лайки и теперь остатком сыра вот так посыпаю на каждый рулетик сверху в хаотичном порядке в произвольном отправляю черри помидорки и отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут и так друзья прошло ровно 15 минут вот такая красота и вкуснота у меня получается сверху посыпаю зеленушкой вот так все и можно подавать к столу блюдо это желательно кушать в горячем виде чтобы плавился сырок сейчас покажу вам как это выглядит внутри подаем абсолютно с любым гарниром я сегодня буду подавать с рисом рис у меня уже варится посмотрите как это аппетитно выглядит в разрезе аромат обалденный очень вкусно пахнет рис у меня уже почти готов пойдемте вместе кушать я всех приглашаю на моему банковский канал пробовать эту вкуснятину ссылка как всегда внизу в описании под этим видео ну а это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся завтра